У меня на столе депутатские запросы. Все они выполнены по концепции слышащего государства. Но информация, которая в них содержится, об этом должен знать наш народ. Итак, поехали. Знакомьтесь, это Аббалкасимова Мадина. Для тех, кто видит эту женщину в первый раз, поясняю, что это нынешний председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка. У них полномочия сейчас защищать наши с вами права в банках и в таких вот финансовых микрокредитных организациях. Вот только ее персона вызывает у нас множество вопросов. У нас нет банкротства физических лиц. Ну пока нет. В конце вы, может быть, и поймете почему. Но глава государства у нас ставит четкие задачи по снижению долговой нагрузки. Президент Касым Жумар-Тукаев поручил решить проблемы заемщиков в Казахстане. На встрече президент также выразил обеспокоенность тем, что более 500 тысяч казахстанцев имеют просрочки по кредитам. Дать шанс заемщикам рассчитаться с долгами без ущерба для финансового сектора, поручил Касым Жумар-Тукаев. Дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идет об огромном количестве наших сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, а это чревато социальной и политической дестабилизацией. Понятно, что имеются вопросы недостаточного уровня финансовой грамотности людей, неумения правильно соотносить доходы с растущими обязательствами. Видимо, разбираться с этой очень непростой тенденцией придется всем вместе, и государству, и банкам. Но со стороны финансового регулятора, я здесь хотел бы особо подчеркнуть, в данный момент требуется взвешенный подход. Друзья, вот по нашему мнению, вот снижением долговой нагрузки должен заниматься как минимум финансовый регулятор, председателем которого является вот эта женщина. Но она этой не занимается. И как я понял, похоже, она даже против всего этого. Вот как все было. На просторах интернета я увидел статью. От 17 ноября 2021 года. Стадия гласит, что не так в новых поправках по банковским займам. Исходя из заголовка, вы, наверное, поняли, что автор сейчас будет топить против этих поправок. Значит, сейчас средства массовой информации заинтересованы, и они сейчас начинают сеять смуту среди нашего населения. Оказывается, вот сейчас, пока мы все с вами беседуем, принимается закон, который напрямую касается нас с вами. То есть состояние долговой нагрузки нашего населения. Я стал разбираться. Вопрос касается начисления вознаграждения. Если человек вышел на просрочку свыше 90 дней, то сейчас работает пункт 6.1 ст. 34 закона о банках и банковской деятельности. Он гласит, что по договору банковского займа банку либо организации запрещается начислять и требовать неустойку, штрафы, пени, а также комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа по истечению 90 последовательных календарных дней, просрочки по суммам основного долга или вознаграждения. Теперь объясняю все простым языком. Вот по закону банку сейчас запрещено начислять и требовать неустойку, пеню, штрафы, если у вас просрочка по кредиту свыше 90 дней. Недавно депутаты Можилиса вышли с инициативой запретить начисление не только неустойки штрафа, но и вознаграждения тоже. И рекомендуют следующие меры по усилению защиты прав заемщиков. Первое. По всем видам займов, не только по ипотеке жилья, установить срок прекращения начисления вознаграждения и штрафов за просрочку на 90-й календарный день. Данная мера позволит избежать увеличения долговой нагрузки заемщиков, которые и так испытывают трудности с обслуживанием кредитов. На самом деле, друзья, это серьезная поправка, которая поможет существенно справиться заемщику с кредитом в банке. Вот я могу привести кучу примеров, когда бедный казахстанский заемщик изо всех сил погашает просрочку по кредиту и просто не может догнать свой график. Все деньги, которые он принес в банк, они идут на погашение пени, неустойки и штрафа. А вот основной долг там и вознаграждение, они как жили, так и живут своей жизнью. И никаким образом они не сбавляют объем задолженности. И при этом складывается впечатление, что все деньги гасят искусственные проценты и таким образом обогащают этот банк. Сегодня банки продолжают начислять проценты и тем самым дальше увеличивать долговую нагрузку. Почему госпожа Аблкасимова тормозит, я прочел в ее ответе на депутатский запрос, где она относительно конкретно поставленного вопроса по прямому запрету вознаграждения на 90-й календарный день начинает юлить и отвечает, что этот вопрос в настоящее время находится на рассмотрении банков второго уровня и с их стороны оценивается какое-то качество влияния на кредитный портфель и что все это в целом может повлиять на порядок выплат заемщиков. Вот сразу после этого ответа в интернете сразу были какие-то опубликованы выбросы, где заемщики банков пишут о ненормальности этих поправок. Вот можно будет не возвращать кредиты, будет максимально усложнена процедура взыскания долга. Это все отличная мотивация, чтобы государство позволяло недобросовестным заемщикам не оплачивать кредит. И вот на этом фоне сторонники банков вот как бы нам грозят, что они все из-за этого повысят ставку вознаграждения по всем займам. Мы понимаем, что вообще банк это мощная финансовая машина. И они могут купить все. Ну прям все. И любые народные инициативы они могут превратить и подать как антинародные. Да, им невыгодно. Вот с этими поправками им может быть немножко сложнее будет жить и зарабатывать на деньгах простых граждан. Но это то, к чему мы рано или поздно бы пришли. И хорошо, что сегодня мы этот вопрос уже обсуждаем. На сегодняшний день законодательно предусмотрено приостановление начисления пеней и штрафов по истечении 90 календарных дней. Наряду с этим, с целью снижения долговой нагрузки также необходимо запретить начисление вознаграждения свыше 90 календарных дней. От этих поправок населению откровенно станет лучше. Исполнится требование главы государства. Сколько можно казахстанцам утопать в кредитной кабале? Вот какой банк у нас умер от истощения? Никакой. Они только максимум были разворованы. А сколько людей пострадало из-за кредитов? Должники сейчас реально идут на крайние меры. И этот вопрос стоит очень остро. И президент страны это понимает. Нужно детально разобраться в случившейся трагедии, а это трагедия, выяснить, почему такое стало возможным. Если Мадина Абылкосымова сейчас начнет защищать банкиров, то это укажет только на диверсию. Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляются с работой, уклоняются от выполнения поручений президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Ну и в заключении, друзья, я понял одно. Если так будет продолжаться и дальше, если к админам будут игнорироваться поручения главы государства, то мне кажется, пришло время распускать правительство. Когда вы вместе объединяетесь и что-то требуете, вы этого добиваетесь. Запомните это на будущее. И больше не тупите казахи. А если мы за снижение долговой нагрузки, то распространяйте максимально это видео. Теперь вы знаете все об играх с деньгами и судьбами людей.